Всем привет! Сегодня я вам хочу показать наши покупочки из магазина Светофор. Сейчас я вам покажу, что же мы там приобрели. Давайте начнем с заморозки, пока она у меня не растаяла. Взяли мы шампиньоны замороженные. Здесь 1 кг. И стоили они 125,90 кг. Фирма Морозка Грин. Ну, в целом, выглядят неплохо. Также я еще взяла фасоль замороженную. Здесь тоже 1 кг. Стоила она 98,90 кг. Опять же, выглядит вроде бы неплохо. И взяли 3 кусочка говяжьей печени. Мне печенка там нравится. Кусочки хорошие. Эта фирма раньше продавалась в Ленте. Килограмм стоит 172,90 кг. Ну, вот этот кусочек у нас больше, чем килограмм весит. И вот эти вот поменьше, где-то по 800 г. Кусочки хорошие. Мне печенка нравится. Не знаю, в прошлом видео кто-то писал, что боится покупать там такие продукты. Но, вы знаете, это не колбаса. В целом, печень выглядит хорошо. Жира здесь очень мало. Мне кусочки нравятся. Ну, и по вкусу вполне хорошая печенка. Взяли мы вот такую вот колбасу докторскую от фирмы Онега. Мы ее покупаем постоянно. Она нам нравится. Килограмм стоит 171,90 кг. И у нас она вышла на 261,29 кг. Вот так колбаса выглядит в разрезе. Вот я отрезала кусочек. По вкусу нам эта колбаса нравится. Единственное, что здесь иногда попадаются какие-то крупинки. Мне так кажется, что это какие-то хрящи. Хотя в составе не написано, что здесь мясо механической обвалки. Но, тем не менее, какие-то хрящики все-таки попадаются. Но, в целом, колбаска неплохая. Также муж решил попробовать вот такую вот колбаску. Это колбаса сырокопченая полусухая. Щедрая Сибирь стандарт. Килограмм стоит 328,90 кг. И нам она вышла на 215,76 кг. Здесь 656 г. Вот я разрезала эту колбасу. Такой вот кусочек отрезала. Сейчас попробую. Слушайте, ну неплохая. Не сильно соленая. В целом, неплохая колбаска. Мне понравилась. Взяли мы вот такую вот корейку премиум из свинины. Здесь вес 857 г. 1 кг стоит 289,90 кг. И нам она вышла на 248,44 руб. И сейчас попробуем корейку. Вот так вот она выглядит. Хороший кусочек. Смотрите, какой. Вот такой кусочек я себе отрезала. Сейчас попробую. Очень вкусная. Мне понравилась. Тоже она не сильно соленая. Отличная корейка. Вкусная. Взяли мы вот такой вот сыр. Точнее, это продукт плавленный сыром. Стоил он 32,90. Вот так вот выглядит сыр. Кому-то он нравится, кому-то нет. Здесь уже смотрите сами. Состав у него, конечно, не очень хороший. Но вот по мне, в принципе, сыр неплохой. Под прошлым видео о покупках и светофорах мне кто-то писал в комментариях, что им этот сыр не понравился. Вы знаете, вкус у всех разный. Я не говорю, что это какой-то прям изысканный сыр. Самый лучший, который я ела в своей жизни. Я говорю о том, что на вкус он неплохой. Нам нормально. Мы его покупаем. Если вам не нравится, конечно, не покупайте. Я же никого не заставляю. Взяли мы опять вот такой вот грибной соус от фирмы Оскар. Он нам нравится. Стоил он 25,30. Взяли две упаковочки. Кому интересно, почитайте состав. Также взяли вот такой вот кетчуп томатный от Хайнс. Здесь, видите, 350 грамм плюс 100 грамм идет в подарок. Такая упаковочка стоила 39,90. Мы взяли две упаковки. Муж еще взял вот такую вот вермишель с курицей наподобие доширака. Стоила она 16,90. Еще муж взял себе вот такую вот клюквенную настойку. Обеззараживаться, как он выразился. Здесь 35 градусов. И объем у нее пол-литра. Стоила она 230 рублей. Не знаю, вообще понравится она ему или нет. Фирма какая-то с ту же люкс. Но я вам подпишу его впечатление. И сладости мы взяли немного. Опять вот эти вот батончики спринт. Они мне нравятся. Стоили они 39,90. Здесь 5 штучек. По вкусу он напоминает батончики золотой степ. Ну, либо отдаленно сникерс. Вот так вот выглядит батончик внутри. Достаточно много здесь орехов. Видите, карамели много. Тоже свеженький, очень мягкий. Не знаю, мне они очень нравятся. Приятная глазурь. Никакого там привкуса мыла нет. Очень вкусненькие батончики. И взяли еще вот такое вот печенье сдобное. Кольцо со вкусом ананаса. Сейчас я вам поближе покажу это печенье. Хотя мне все-таки кажется, что это больше похоже на пряник. Вот так он выглядит внутри. Это пряник со вкусом ананаса. Очень он мне понравился. Такой мягкий, вкусненький. Будем его покупать и в следующий раз. Продуктовые покупки я вам уже все показала. Теперь перейдем к остальным. Взяли мы дочке вот такую вот раскраску. Стоила она 44 рубля 90 копеек. Большой у нее формат. Называется стильняшки. И здесь вот такие вот большие рисунки. Много здесь листов. Для своих денег я считаю, что очень хорошая раскраска. Мне кажется, подобного плана в фикс-прайсе раскраски стоят, наверное, рублей по 99. Также взяли туалетную бумагу. Мы взяли две упаковочки. Это трехслойная туалетная бумага. И стоит она 80 рублей 40 копеек. Здесь 8 штук в одной упаковочке. Очень она нам нравится. Она плотная. Вообще мы с мужем покупаем Зеву четырехслойную. Конечно, она нам нравится гораздо больше. Но она и стоит существенно дороже. Обычно мы ее покупаем, когда она продается по акции. Но тем не менее, все-таки бумага сейчас в дефиците. Поэтому увидели в светофоре и купили. В принципе, тоже неплохая. Для трехслойной бумаги очень даже неплохо. Не тоненькая она. Нам нравится. Взяли еще вот такие вот мешки для мусора. На 60 литров здесь 100 штук. И стоила эта упаковка 63 рубля 90 копеек. Если честно, я вообще перепутала. Мне нужны были большие такие вот черные мешки плотные. Литров на 100 или на 150. И вот меня смутила вот эта вот надпись. Я дальше, конечно, уже не прочитала. В общем, я увидела, что на 100. И подумала, что они идут на 100 литров. И поэтому взяла. Но, в принципе, мешки для мусора никогда лишними не бывают. Так что я думаю, что куда-нибудь их использую. Взяли мы еще вот такую вот влажную туалетную бумагу от Ауры. Здесь 80 штук с экстрактом ромашки. Стоила эта упаковка 32 рубля 90 копеек. Есть еще второй вид с алоэ. Вот такой вот биогель для душа я еще купила. Цветки апельсина с соком грейпфрута. Именно с этим ароматом я еще не видела. Наверное, это какая-то новинка. А так этот гель для душа я уже покупала. Мне он понравился. Приятный у него аромат. Кожу он не сушит. И хороший объем. Здесь у него 500 миллилитров. Стоит этот гель для душа 51 рубль 90 копеек. Этот аромат тоже мне понравился. Такой освежающий, цитрусовый, приятный. И также снова мы купили вот такой вот освежитель воздуха. С ароматом ландыша. Здесь 400 миллилитров. И стоил он 35 рублей 90 копеек. Как я и говорила в прошлом видео. Такой дешевый освежитель воздуха. Конечно, у него не какой-то изысканный аромат. Более дорогие освежители пахнут гораздо приятнее. Но в целом, если вам нравится аромат ландыша, я думаю, что этот освежитель вполне вам подойдет. Кстати, в комментариях под прошлым видео мне писали, что есть еще второй вид с ароматом мохито. И писали, что у него не очень приятный завод. Вот такие покупочки мы сделали. В этот раз мы ездили в другой магазин. Обычно мы посещаем магазин, который находится в Буграх. Тут мы решили съездить в другой. Он был больше. Единственное, что там очень много было разобрано. Вообще, по ассортименту он мне понравился. Там больше выбор. Например, мне очень понравился выбор посуды. Я там себе присмотрела хорошую сковородку. 26 см у нее был диаметр. И стоила она 600 с чем-то рублей. Я уж точно не помню. Такая хорошая тяжелая сковородка. Также кастрюльки мне там тоже приглянулись. Очень большой выбор там был сладостей. Но, к сожалению, вообще не было никаких макарон. Круп не было. Единственное, что я там нашла, это рис вот в этих упаковочках по 100 грамм в пакетиках для варки. Я такой рис не люблю покупать. Не было там рыбных котлет, рыбных палочек. Вообще, все это было разобрано. Но, как я поняла из разговора продавцов, просто именно в данный момент все разобрали. Опять же, учитывая не очень благоприятную обстановку у нас в городе и вообще во всем мире. А так, в целом, я так понимаю, что у них, в принципе, хороший ассортимент. Поэтому периодически будем туда заезжать. Адрес этого магазина я вам оставлю в комментариях. Также я вам оставлю ссылочку на свое предыдущее видео о покупках. Там я не только показываю свои покупки светофора, но еще рассказываю о том, как обманывают покупателей в магазине светофор. Так что, если вам интересно, проходите по ссылочкам в описании, смотрите. Это видео вообще пользуется большим успехом. Я даже удивилась. Оно уже набрало больше 20 тысяч просмотров. Так что, переходите, смотрите. Ну, а на сегодня я буду с вами прощаться. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Не забывайте про лайки. И увидимся в следующем видео.